Приветствую, друзья! С вами Дмитрий Черепощук. Рассмотрим, как всегда, интересные идеи, а они есть, да, на сегодняшний день. И давайте приступать к делу. Давайте рассмотрим с вами сразу золото. Не знаю, знаете ли вы, но был вчера выходной, да, мир единства, праздник единства на московской бирже. Не проводились торги. И вот такая картина с утра у нас по открытию, по инструменту золота. Смотрите, что сейчас. Сейчас бы я очень пристально посмотрел бы, что будет после этого роста. И на следующей неделе уже определялся. Смотрите, если нас не сольют, да, весь вот этот рост, а удержание произойдет, на часовом графике я вам укажу, 17.95. Вот в этом районе, если мы закрепляемся, можем очень хорошо сходить вплоть до 18.13. Вот у нас граница диапазона. Да, мы ее отметили. Если же этот рост все-таки задавит, тогда посмотреть на продолжение шортовых позиций. Вот этой границы я бы не советовал открывать шорты, так как перенос через выходные – это дополнительные риски. Лучше взять пониже, да, или подороже. Но, тем не менее, вы будете спать спокойно и не будете переживать за свою позицию на выходных. В другом сценарии, который я рассматриваю на сегодня, да, это сценарий на следующую неделю. Но на сегодня я смотрю, если будет откат хотя бы в район 17.85, я бы присмотрел даже короткий лонг, да, на сегодняшний день. То есть, закрыл бы его до окончания торговой сессии и не переносил бы через выходные. Это зона 17.85. Давайте посмотрим по нефти. Нефть открылась у нас с снижением, да, так как остальные рынки торговались, да. И вот такую свечу у нас нарисовали уже в конце вчерашнего дня, позавчерашнего, прошу прощения, и сегодня. Что мы смотрим по часовому графику, да, по дневному у нас был тренд. Не за что глазу зацепиться. Единственный уровень у нас 82, поэтому к нему мы и будем привязываться. По дневному графику жду его ретеста, да, то есть возврат. Если бы был ложный пробой, было бы вообще шоколадно. Объем это все то, что будет увеличивать долю вероятности того, что инструмент от 82 после ретеста сможет еще продемонстрировать какое-то движение вниз. На текущий момент идей по нефти никаких нету, да, именно с тех ценовых диапазонов, в которых она торгуется. Все-таки буду ожидать ее в районе 82. Давайте посмотрим доллар-рубль. Доллар-рубль очень крепко, да, так сказать, смотрится. Посмотрите, какие великолепные откаты, да, то есть каждый раз откат и замечательное продолжение вверх. То есть устали мы падать, да, устал рубль укрепляться. Пора немножко и обесцениваться. Поэтому смотрим за ситуацией на доллар-рубль как таковых уровней, да, из-за того, что ситуация похожая на зеркальное по нефти. Был тренд и сейчас закрепиться не на что на дневке, да. Смотрим поэтому по ситуации, смотрим более локальные уровни, локальные таймфреймы, прошу прощения. Вот мы можем отметить с вами уровень где-то 72.800, да, зона. И, естественно, будет хорошая поддержка. Это зона 72.000, да, то есть это будет и в плане психологической, да, такого уровня 72, круглая цифра. И мы видим на графике, что неоднократно мы не можем эту цифру пробить и стоим на поддержке, да, какими-то объемами каждый раз. Каждый раз какие-то лимитные игроки защищают свои позиции и не дают инструменту пойти ниже. Поэтому смотрим за ситуацией доллар-рубль. Я думаю, что еще мы подрастем, да. Потом будет коррекция в любом случае, да. Это я вам говорю очевидные вещи, но тем не менее, чтобы вы не забывали. Из-за того, что это еще не сломлен тренд, да. Для этого нужно больше дней, больше свечей. Поэтому будьте аккуратны, в любой момент можем развернуться и пойти дальше по тренду. По евро-доллару. Очень интересная ситуация в плане того, что мы нарисовали очень четкий, красивый канал. Я думаю, вы видите, да, кто торгует по техническому анализу. И теперь у нас красная тряпка, как для быков, это 1.15.46. Нужно пристально смотреть за этим уровнем. При пробое, естественно, все эти люди, которые здесь заходили в лунги, выше, ниже, они будут капитулировать. Инструмент продолжит свое шествие по тренду, высаживая их позиции. Да, у кого-то здесь стоп стоит, у кого-то здесь. Кто-то без стопа стоит и будет срываться уже на нервах еще ниже. Поэтому очень смотрите пристально. 1.15, я думаю, при пробое мы увидим хорошее снижение. И, естественно, если мы увидим пробой на следующей неделе и на хороших объемах, да, вот таких, как здесь, повышенных, вы видите, какой средний объем и какой повышенный здесь. Да, это очевидно. Если мы на объемы обратно вернемся, здесь есть смысл рассмотреть открытие лонговых позиций вплоть до уровня 1.16.95. То есть у вас есть хороший потенциал для инструмента, поэтому присмотритесь. Евро-доллар очень симпатично смотрится в оба варианта. Главное, чтобы вы хорошо интерпретировали и правильно поняли в моменте ситуацию около уровня 1.15. По инструментам это все. Буду желать вам хорошей прибыльной недели, хороших выходных, да, перед этой рабочей неделей. И всего доброго. Услышимся.